Если вы устали от новостей о новых iPhone 6 и 6 Plus, давайте посмотрим новое видео на канале GadgetMania совсем другого устройства. Итак, мы начинаем. Поехали! Всем привет! Это новое видео. Распаковочка. Мы обещали, мы делаем. Распаковочка очень хорошего и очень всеобщее мнение, выскажу. Уникального устройства Xiaomi Mi 4. Оригинальная коробка. Не троганный, как говорится, китайцами. В плане в том, что она полностью в заводской упаковочке. Ничего здесь не вскрывалось. Вы вместе со мной, вместе посмотрите, что лежит внутри, как это все происходит. Конечно же, устройство оригинальное. Все уже давным-давно проверено на сайте Xiaomi.com. Все сошлось, все правильно. Здесь есть e-mail, есть серийный номер. В общем, это оригинал, ребята. Конечно же, белый цвет. Черного сейчас нет. На 16 гигов версия. Краткие характеристики, спецификации. У нас, значит, Snapdragon 800 1. 2,5 ГГц. Full HD экран. 3 ГБ оперативной памяти. 3000 мАч батарея. Android 4.4. 3G. Одна симка. Алюминиевые рамки металлические. В общем, давайте смотреть. Итак, обожаю этот звук. Как всегда, коробка от компании Xiaomi. Минимализм полный. Сзади у нас этикеточка со спецификациями, серийным номером и так далее. Полностью картонная. Плотный картон. Сверху логотип компании. Итак, теперь надо вытряхнуть аккуратненько само устройство. Точнее, поднять крышку. А там будет у нас сам смартфон. Да, бывает тяжело это сделать. Не спеша. Не так, как прославился на весь мир. Молодой человек, который купил одним из первых iPhone 6. Опять мы про iPhone. Да что ж ты будешь делать-то? Купил, в общем, iPhone 6 себя одним из первых и уронил его при открытии коробки. Посмотрите, во всех новостях показывают. Итак, перед нами открытая коробка. Телефон в белом цвете. Сверху заводская матовая пленка с китайским иероглифом. Расположение, где кнопки, где слон для сим-карты и так далее. Давайте пока телефон отложим в сторонку. Здесь у нас поднимается. И, соответственно, здесь тоже все очень просто. Наушников же никаких, конечно же, никаких нет. Есть у нас конверт. Очень хочет быть Xiaomi. Похоже быть на кое-какую фирму американскую. Вот такой вот конвертик. Здесь у нас документация. Давайте достанем. Конечно же, это гарантия. Конечно же, это HelloGit. Как, что, куда и зачем. Это гарантийное обязательство. Производитель дает гарантию год. Все это, конечно же, в Китае, не на территории Российской Федерации или страны СНГ. В лотке у нас еще, точнее, в конверте прикреплен SIM-инжектор для доставания SIM-карты в сторонку. Что здесь у нас еще есть? Здесь у нас есть USB кабель фирменный, Xiaomi, microUSB, USB и зарядное устройство. Сейчас посмотрим, насколько она миллиампер-час. все в аскетичном стиле. Фирменный коробок. У нас 2 А. Вот такая вот зарядочка. Больше здесь у нас, к сожалению, ничего нет. Хотелось бы, чтобы клали наушники, но ввиду того, что на территории Китая устройство стоит недорогих денег, несколько сотен долларов. Конечно же, на территорию России стоит других денег, несколько тысяч рублей, даже больше 10 тысяч рублей, ближе к 20 тысячам рублей. Заказать можно на Алиэкспрессе. Очень много подделок. Также можно купить в Китае, если вы живете или едете в отпуск в Китай. итак, продолжим. Сам телефон у нас в белом цвете. Пятидюймовый экран Full HD. Снизу у нас кнопочки. Меню домой назад. Сзади у нас фирменные наклейки заводские. Модуль камеры тоже заклеен. Это распаковочка, тест, подробнейшие тесты, тесты игр, тесты производительности и тесты видеосъемок будет в отдельных видео. Далее. По периметру у нас с правого торца клавиша включения-выключения, клавиша регулировки громкости сдвоенная. Это все у нас из металла. Смартфон очень хорошо собран, не люфтит, не хрустит. Вот такие сзади у нас снизу динамик, отверстие под зарядку и синхронизацию с компьютером. Есть пластиковые вставки для усиления антенн, для того, чтобы хорошо принимался сигнал. На левом торце у нас есть слот под микросим-карту. Сверху у нас разделители пластиковые и мини-джек 3.5 и пульт, инфракрасный пульт. NFC здесь нет, потому что, как сказал руководитель компании Xiaomi, как часто пользуетесь ли вы NFC. Это было до презентации новых iPhone. Мужик как знал, как в воду глядел. спереди у нас всевозможные датчики наверху, датчик приближения освещения, сеточка разговорного динамика передняя, 5-мегапиксельная камера, логотип компании, снизу я уже говорил. Так, давайте аккуратненько снимем пленочку. Для того, чтобы аккуратненько ее снять и положим сюда. Хотелось бы отдельно сказать, если вы будете в Санкт-Петербурге и вам нужно будет купить любое китайское устройство, в том числе топовые модели, такие как Xiaomi Mi 4 и так далее, вы можете обратиться к очень хорошему человеку, у которого я приобрел этот телефон. Он непосредственно напрямую от поставщиков не с AliExpress, а напрямую от интернет-магазинов приобретает данные гаджеты и продает с небольшой наценкой. Цены более чем приемлемые, ссылочка на его какой-то профиль ВКонтакте скорее всего со временем появится в описании к этому видео. Большое ему спасибо, очень хороший человек, пообщались в течение двух часов сделал скидку. Также в комплекте у нас пленка, так как у нас устройство было запаковано в оригинальную заводскую упаковку, пленка лежала не в коробке, а все это было дано так. Пленочка, переходнички, если вы вдруг переходите с полноразмерной сим-карты на нано-сим-карту или наоборот с микро-сим-карты на точнее с нано-сим-карты на микро-сим-карту в общем переходнички тоже подарок. Также у нас есть переходник с китайской розетки и также мелочь но приятно есть силиконовый но при этом очень качественный чехол для МИ-4 мелочь а приятно давайте его достанем из пакетика сзади у нас матовый силикон по бокам глянец прозрачный чехольчики будет выглядеть следующим образом пока не включили давайте пробуем современные все чехлы они у нас с отверстиями с прорезями для зарядки и для того чтобы не попадала пыль в микрофон как-то мне не получается короче одеть давайте еще раз попробуем распаковочка спешить нам некуда конечно же это все сзади у нас еще заводская пленочка поэтому все в принципе даст усадку и вы защитите свое устройство в руках держится смотрится удобно 5 дюймов но не чувствуется что это по 5 дюймов на самом деле очень сбалансирована эргономика этого устройства так вот смотрится в чехле с задней стороны чехол серенького цвета темно-серого цвета все прорези для камеры для микрофонов все есть поэтому огромнейшее спасибо за такой подарок и не один подарок ссылочки будут сразу при выходе этого видео а со временем тогда когда нам соответственно разрешит этот человек дать ссылку на свой контакт и так давайте включим включение загорается логотип сейчас включим посмотрим на интерфейс соответственно послушаем звук посмотрим камеру уже в более подробном обзоре будем смотреть более глубоко очень приятно что стоит процессор Snapdragon они MDK очень приятно что 3 гига оперативы очень приятно что удобный конечно же стоит англоязычная прошивка надо будет установить русскоязычную здесь соответственно пропустить и старт загружается рабочий стол и вот Mi 4 давайте сразу посмотрим стоит на половину яркости максимальная яркость кнопки подсвечены снизу вам этого скорее всего не видно потому что камера не фокусируется все таки ответьте мне на вопрос почему не фокусируется во время видеосъемки на Canon 500 точнее Canon 550D если я не ошибаюсь 550D как сделать автоматическую фокусировку во время записи видео отличнейший дисплей Gorilla Glass 3 увы обзоры у него просто великолепные никуда ничего не уходит ни синит ни желтит ни холодит давайте сразу зайдем в настроечки включим GPS зайдем в настройки и здесь у нас звук громкость очень хорошо что звук у нас воспроизводится не со спины устройства не с заднего стороны а снизу то есть так как это должно быть реализовано в принципе в каждом смартфоне уважаемые производители если вы смотрите это видео или может быть кто-то из ваших знакомых смотрит это видео передайте если кто-то из ваших знакомых производит смартфоны или просто можете написать своим знакомым или можете просто написать производителям смартфонов и планшетов пожалуйста делайте во всех линейках любой компании делайте динамики снизу и так экран блокировки выглядит следующим образом все очень хорошо звук отличный камера камеру скорее всего мы потестируем чтобы не снимать наклеечки с задней стороны потестируем в полном обзоре звук работает яркости поставил на максимум в принципе отличнейший телефон пока только положительные впечатления посмотрим самое главное узнать греется ли он во время игр и во время серфинга в интернете то есть более таких глобальных просмотре видео серфинга в интернете в игрушках греется ли он и как долго держи батарею если понравилось это видео ставьте пожалуйста большие пальцы вверх делитесь этим видео подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на наш инстаграм подписывайтесь на наши все социальные сети в том числе группы вконтакте там проходило кстати голосование какой следующий гаджет будет скоро будет очередное голосование в прошлом голосовании как вы уже поняли выиграл Xiaomi Mi 4 и поэтому сейчас произошла его распаковка оставайтесь с нами скоро увидимся пока-пока